Компании это не геймеры. Соответственно, иногда они принимают такие решения, которые ни один геймер понять не может. Привет! Сегодня ребята из GameRanks обсудят 10 решений игревых компаний, которые плохо им аукнулись. Номер 10. PT. Играбельный тизер Silent Hills. Ну, вы все знаете, что это такое. PT сам по себе отличный экземпляр короткой интересной игры. Но он еще и был частью куда более большего проекта, который в перспективе мог бы стать просто потрясающим. Лично я до сих пор оплакиваю эту потерю. Попытка Konami начать все с чистого листа, вероятно, худшее решение, которое они принимали. Оно плохо отразилось на их пиар-имидже и даже на рыночной стоимости. Что касается первого, они разозлили очень много народу. Тут даже ничего другого говорить не надо. Я вот до сих пор зол. С экономической же точки зрения, они создали спрос на игру, которую не собирались выпускать. И вместе с тем, фактически уничтожили спрос на все остальное. Поэтому, когда кто-то говорит, что Metal Gear Survive отстой, под этим еще и подразумевается, что это не Silent Hill. Тайтл, которым владеет Konami и на которую все еще есть спрос. После такого гадского поступка выкрутиться было нереально. Номер 9. Crysis 2. Немного предыстории. Первый Crysis был немного немало настоящим ПК-откровением. Вполне заслуженно считалось, что он выжимает максимум из видеокарт. И долгое время он оставался эталоном. Это была большая и очень разнообразная игра с практически безграничными возможностями. Ну, не то чтобы безграничными, но по меркам того времени очень впечатляющими. Чего нельзя сказать о втором Crysis. Сиквел был кросс-платформой и разрабатывался одновременно для консолей и для ПК. Но в то время как уничтожение видеокарт было главной фишкой оригинала, а ты делаешь суперлинейную консольную игру и выпускаешь ее на ПК, причем с DirectX 9, который уже тогда устарел, это подрыв основополагающих идеи серии. Даже руководство студии Crytek признало, что этот шаг был неудачным. Номер 8. Downgrade Watch Dogs. Помните роскошную демо Watch Dogs? Ту, которую показывали на E3 2012 года. Даже по сегодняшним стандартам она выглядит очень неплохо. На мой взгляд, по крайней мере. А когда игра вышла, она едва походила на трейлер. Общий стиль, конечно, был тот же, но освещение и эффекты даже рядом не валялись. Отчасти это было вызвано тем, что Ubisoft Montreal не хотели показывать игру в 2012. На той стадии проект вообще был неиграбельным, а разработчики все еще прощупывали границы следующего поколения. Но, по крайней мере, Ubisoft заявили, что выучили этот урок. Ив Гельмо сказал, что на E3 2015 они договорились убедиться, что все игры будут работоспособны на целевых платформах. Вместо того, чтобы показывать дикие технодемки, и идеи, которые кто-нибудь, когда-нибудь, возможно, сможет воплотить на целевой платформе, как Watch Dogs, теперь Ubisoft демонстрирует играбельные трейлеры. Пусть там нет сногсшибательных технических скачков, но и даунгрейда тоже потом не будет. Это было очень непростое время для компании. Некоторые до сих пор не могут простить им Watch Dogs. Лично я был очень зол. Да, многое изменилось со времён релиза, и да, там есть мультиплеерные функции. Сейчас. Но я помню, как Шон Мюррей на одном из ток-шоу прямо говорил, что в игре можно будет взаимодействовать с другими игроками. Хотя вряд ли вы кого-то там встретите. Это была далеко не самая честная поправка. А обещание так и вовсе оказалось полной чушью, даже несмотря на то, что они вроде как исправились. Да как они вообще думали избежать скандала, делая такие заявления? Я рад, что разработчики выучили полученный урок и потратили много времени, чтобы привести No Man's Sky к нынешнему состоянию. И это сейчас совершенно другая игра, исправляющая почти всё, за что её ругали. Но будем откровенны, в самом начале они не думали о мультиплеере. И слова Мюррея были откровенной ложью. Номер 6. Возможность постоянной DRM на Xbox One фактически убивала идею БУ игр. Я не собираюсь заявлять, что это решение отражает нынешнее состояние индустрии. Честно говоря, рынок физических копий сейчас отличается от того, каким он был тогда. На презентации Xbox One Microsoft объявили, что вам потребуется постоянное подключение к интернету, чтобы система могла проверять DRM-защиту, и если игра вам не принадлежит, вы не сможете её запустить. Это означает, что если кто-то активировал игру на другой консоли, вы уже не сможете в неё поиграть, даже если речь идёт о физической копии. С такой политикой смысл бы у игр полностью бы терялся. Понятное дело, это взбесило уйму народа. И не зря. Мы все ещё рассматриваем игры как обычные физические объекты, которые после покупки становятся нашими. Но со временем эти отношения меняются. Теперь мы скорее покупаем не игры, а право в них играть. Что довольно странно. Вся эта ситуация вылилась в настоящий пиар-кошмар для Microsoft, и они сменили свою политику в отношении физических копий. Но с развитием цифровой дистрибьюции мы всё ближе подходим к описанной модели. Но в любом случае шумиха, которую подняло сообщество во время анонса Xbox One, здорово повлияла на компанию и заставила сменить свой курс. Хотя бы временно. Сможем ли мы такое повторить? Номер 5. Аутсорс ПК-порта Arkham Knight. Итак, есть один факт, одна маленькая деталь, которая может объяснить всё относительно ПК-версии Arkham Knight, и почему она оказалась бессмысленным, забагованным куском второсортного кода. Ею занималась команда из 12 человек, которая до этого имела дело только с портами ПК-игр на мобильные и консоли. Также они были ответственны за Arkham Origins, но та игра была сломана на всех платформах, так что их вины в этом было немного. Короче говоря, на портирование Arkham Knight было выделено катастрофически мало ресурсов. И если честно, я не виню в этом разработчика. Скорее всего, они пытались сделать всё возможное, чтобы вписаться в контракт, где было сказано, что они что угодно сделают ради денег. Такова наша реальность. И способность выделить только 12 человек – это, безусловно, вина издателя, который не захотел тратить много ресурсов на ПК-версию. В интернете есть несколько интервью с анонимными тестировщиками. По их словам, даже на стадии теста качества, которая мало связана с разработчиком, а была в зоне ответственности Warner Bros., на ПК-версию почти не выделялись люди и ресурсы. Предполагалось, что на ПК никто играть не будет, поэтому не важно, что будет с портом. Как оказалось, они ошиблись, и эта ошибка дорогого стоила. В итоге Rocksteady пришлось самим допиливать порт. Вот что происходит, когда ты отдаёшь портирование на аутсорс компании, незнакомой с кодом, и ограничиваешь её в ресурсах. Номер 4. Три слова. Платные моды в Стиме. Это, по сути, всё, что вам нужно знать про этот пункт. Кто-то вдруг решил сделать моды платными. По традиции, моды – это часть сообщества. Они не имеют никакого отношения к рынку прибыли или чему-то подобному. И хотя мне нравится мысль о том, что модеры получат вознаграждение за свой труд, на самом деле мы видим тут принуждение со стороны владельца платформы, в данном случае Стима, который стал торговать модами. Такая практика меняет курс с хобби и развлечения на работу и лицензирование. Моды всегда были частью удовольствия от игры и частью их комьюнити, а не товаром. А нововведения Стим стали превращать модинг в обычные рыночные отношения, когда люди создают товар, чтобы обменивать его на деньги. И это естественно влияет на то, какие моды появляются, нравится это людям или нет. Лично мне не нравится. И я в этом не одинок. На моей памяти платные моды подняли одну из самых больших вол ненависти по отношению к новостям, не связанным напрямую с контентом. Когда Konami отказывалась от пяти, то все осознавали, почему это расстраивает людей. Но если сказать «Эй, моды теперь платные», думаю, многие люди просто не поймут, что в этом такого. А дело в том, что такая политика меняет художественный подход. Вместо чего-то веселого, вместо хобби, мы ведь получаем вещь, за которую нужно платить, и за создание которой ты ожидаешь плату. Мне кажется, это портит всю атмосферу. И все знали, что ничего хорошего из этого не выйдет. К счастью, идея продержалась недолго. Хотя... Бесезда, ну вы чего, ребята? Номер 3. Кстати, о модах. Помните, как банились моды для Grand Theft Auto? Да, Rockstar через суд добилась запрета инструмента моддинга под названием Open EV, на котором строилось большинство синглплеерных модификаций. Сообщество подняло настоящий бунт. 77 тысяч человек подписало онлайн-петицию, а Grand Theft Auto V подверглась ревью бомбардировки с негативными отзывами. Большинство писало просто «Ну вы чего? Люди покупают вашу игру, вы делаете на этом большие деньги, а мы просто хотим делать с ней то, что хотим, как делали со всеми играми серии». В конце концов, они отступили и выпустили пресс-релиз, который я не буду зачитывать. Там всё представлено так, будто они не сделали ничего плохого, а это не так. По крайней мере, они осознали, что стоит делать всё, чтобы игроки были счастливы, в том числе и разрешить моды. Потому что, будем честны, моды всегда были одной из причин популярности серии Grand Theft Auto и значительной части игры на ПК. Номер 2. Diablo Immortal. Нужно ли ещё что-то говорить? Потому что насчёт этого можно сказать очень много. Но для общего понимания, Diablo Immortal получила масштабную презентацию на BlizzCon 2018 года. И всё это нагнетание атмосферы было ради мобильной игры. Большинство надеялись на анонс следующей большой игры серии, но вместо этого они получили дешёвую Diablo для мобилок. Е-е-е-е, вы же все этому рады, ведь так? Почему вы нас ненавидите? А всё потому, что прошла куча времени с последней настоящей Diablo. Если бы вы анонсировали её вместе с Immortals, вряд ли бы вы получили столько хейта. И кто знает, может быть, идея бы многим даже понравилась. Я не могу отрицать, что мобильная игра может получиться довольно интересной. Но всё это молчание относительно главной серии явно не пошло на пользу. И, наконец, номер один. Лутбоксы и микротранзакции в Star Wars Battlefront 2. Эй, знаете, какая бизнес-стратегия здорово работает? Сделать так, чтобы некоторые функции игры, которые вы очень хотите попробовать, например, Дарт Вейдер в качестве игрового персонажа или что-то ещё, были отделены от вас 40 часами геймплея. И не весёлого геймплея, а трудоёмкого и полного гринда геймплея, во время которого вы будете зарабатывать валюту, чтобы открывать лутбоксы, в которых, возможно, однажды будет Дарт Вейдер. И это отнимет у вас примерно 40 часов. Я упоминал, что это занимает в среднем 40 часов, да? Конечно, если только вы не заплатите реальные деньги, чтобы купить виртуальную валюту и лутбоксы. В сущности, это азартная игра, слот-машина, в которой можно выиграть Дарта Вейдер. И что самое главное, они превратили игру в работу, где вам платят возможностью не платить реальные деньги. От этой схемы так и пахнет шерифом на Тенгемске. В моё время игры были нужны для развлечения. Теперь же это буквально работа, за которую платят виртуальными деньгами, с помощью которых можно не платить им настоящими. Это просто... оу. Эта тенденция настолько неправильна в своей сути, а Battlefront — только вершина айсберга. Сейчас, конечно, игра выглядит намного лучше, но ей уже нанесён непоправимый ущерб. По крайней мере, я так думаю. Я не играл в неё много, для меня её уже испортили, даже несмотря на то, что сам геймплей очень даже неплох. Так что не делайте так больше ей. Ииии... бонус напоследок. Никогда не забуду все обещания относительно оригинальной фейбл. Некоторые из них были очень странными, например, рост деревьев в реальном времени. Другие более практичными, механика тюрьмы должна была быть больше. Общий список невыполненных обещаний просто огромен. Питер Малинье, наверное, до сих пор о них сожалеет. Но не будем слишком строги к нему. Он всё равно отлично поработал над своими играми. Однако на его репутации это в любом случае отразилось. Жаль, игры-то он делает хорошие. А о чём, по вашему мнению, жалеют или должны жалеть игровые компании? Пишите в комментариях. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. И не забывайте поддержать автора видео по ссылке в описании. Как всегда, спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.